приветствую вас коллеги сегодня у нас мероприятие по обучению проходит непосредственно наше помещение потому что нас лишили доступа к телевизору вот поэтому андрей ты снимай поближе а я вам пока расскажу новую парадигму обучения нашим между собой я решил на текущий момент рассказать вам все такие общие темы касающиеся саморазвития самообучения и всего такого прочего до того как мы продолжим обучение конкретным системам и подсистемам интеллектуально-транспортных систем безопасного города и прочих вот этих вот сложных и непростых тем то есть я хотел бы чтобы вы для начала изучили вот эти вот базовые методы саморазвития поэтому начиная с сегодняшнего дня и сегодняшней неделе мы изучаем вот именно то что у меня есть но к разделам номер 34 то есть это раздел 3 это сама сама развитие раздел 4 это системный анализ соответственно сегодня у нас организация времени я расскажу вам какие режимы работы существуют вот тут у меня викинг стучит по наковальне это он работает здесь меня викинги пьют пиво они отдыхают соответственно не работает и работают у меня компьютер у него такое бывает сейчас давай реанимируем что еще не видно это да ну вот казалось бы что что такого сделано что современный компьютер найти и так содержание нашего сегодняшнего занятия мы изучим что такое режим труда и режим отдыха когда они друг с другом взаимодействуют снова напомню вам про сфокусированные и диффузные режимы также мы рассуждаем про интеллектуальный и физический труд и соответствующий отдыха ну и в конце я расскажу про чередование режимов соответственно что у нас дальше режим труда и режим отдыха ну что ж такое ну вот так бывает извините так режим труда и режим отдыха Наталья Сергеевна что такое труд труд чем он характеризуется труд это деятельность человека направлены на достижение каких-то результатов полезных они могут быть материальные могут быть ну отлично а чем труд характеризуется труд характеризуется тем что когда человек работает у него внимание сфокусировано он сам мобилизован и в основном работает симпатическая нервная система мы сейчас рассматриваем биохимические основы труда и отдыха вот и основной гормон который работает в этот момент это адреналин адреналин симпатическая нервная система работает на адреналин а когда у нас отдых происходит организм расслабляется и соответственно внимание рассеяно оно блуждает сознание блуждает в основном задействована парасимпатическая нервная система парасимпатическая нервная система в основном все органы внутренние бисцеральной системы расслабляет но не все некоторые наоборот возбуждают я когда должна быть в отдыхе возбуждены адреналины симпатическами наоборот возбуждают все внутреннего сердца сердце должно стучать при отдыхе основной гормон это ацетилхолид вот соответственно я прям химический форму запомните их пожалуйста режим труда и отдыха связан в первую очередь вот режимы чередование режимов связано с первую очередь с циркадными ритмами катерина скажи мне пожалуйста что такое циркадный ритм слова циркадный это суточный то есть эволюция человека эволюция вообще животных живых существ она не могла не принять на внимание то что земля крутится вокруг своей оси а сама земля крутится вокруг солнца и жизнь на этой планете она подвержена определенным натуральным естественным цикл самый маленький ну один из самых маленьких циклов это суточный цикл смена дня и ночи смены соответственно подавляющее большинство живых существ ну так скажем высших животных они каким-то образом смену дня и ночи при помощи внутренних систем и всяких гормонов там нервной системы воспринимают и свою жизнь подстраивать соответственно у человека по это подстройка очень простая днем работаем ночью спим соответственно вот здесь вот на этой картинке нарисована суточная концентрация двух других гормонов они отвечают за сон человека первый гормон это кортизол когда кортизола в крови много вместе с ним а актг другой гормон человек бодрый когда кортизола мало он человек не бодрый если нарушена продукция кортизола это нехорошо она может быть нарушена по многим причинам вот у никиты сейчас нарушена продукция кортизола но при этом продукции мелатонина у тебя сейчас отсутствует поэтому ты как бы бодрствуешь но при этом такой потому что мелатонин отвечает за погружение человеком в сон и во сне концентрация мелатонина выше всего то есть гормон мелатонина отвечает за сон для чего я все это вам говорю ничего я все вам это говорю для того чтобы вы понимали что вот есть такие вот люди как жаворонки и совы да которые говорят что вот жаворонки говорят я работаю днем для самого работоспособность она наоборот говорит что она работает по ночам ко всему этому есть биохимические основы и объяснение то есть все это гормонально работают это и отдыхают это регулируется гормонами которые в организме то есть это не сам человек захотел и сделал нет конечно головной мозг центральной нервной системы может подать сигнал и вмешаться в деятельность но если все пустить как бы в автономный план это все подчиняется гормональной системе циклы суточные циклы они производятся вот именно из-за действия нейро моральности на то есть не с одной стороны нервности с другой стороны гормональная система они работают и человек вот так живет вот вот эту картинку я вам еще хочу показать на самом деле по другой причине что вот это разделение на жаворонки фасов это все полная фигня это чисто привычки человек и можно перенастроиться в голове человека в какой области катерина гипоталамус есть супрахиазматическое ядро которое нейроны которого постоянно пуляют потенциал действий и соответственно это супрахиазматическое ядро гипоталамуса она является внутренними часами человека как маятник как метроном нейроны пускают постоянно потенциал действий весь организм знает что ну как бы это отчет тиков времени соответственно это супрахиазматическое ядро она не только вот этим заниматься ночью включает там определенный посылать сигнал что все началось начался сон или надо вставать вот она как будет этим заниматься постоянно работает это внутренние часы человек так вот поскольку это часть гипоталамус гипоталамус как вы помните из одной из предыдущих лекций это часть нервной системы состоит из чего наталья сергеевна из нейронов конечно же из нейронов сейчас вдохнул аромат какой-то вот этой своей штуки и у тебя что задействовалось в голове какие пути нейроны вот соответственно нейроны это самые пластичные клетки организма и кида что там у тебя нейроны там телефоне нейроны это самые пластичные клетки в организме человека и они могут перенасласть каждый нейрон это как будто маленький компьютер его можно перепрограммировать тем более можно перепрограммировать нейронную сеть когда они друг другу вот это все что здесь нарисовано это как раз вопрос а там как мы запрограммировать и это можно перепрограммировать может силы воли и трениров то есть допустим я я могу про себя сказать что вот когда был студентом я считал себя собой я там у меня работоспособность повышалась в вас в этом когда нас упала но что-то там засиживался до утра там писал какие-то курсовые программы разрабатывал так далее а днем спал и чувствовал себя прекрасно потом когда пришлось что заходить садиться пришлось другими делами заниматься соответственно пришлось себя перенастроить сейчас я могу сказать что мне это амбивалент работать ночью днем или когда-либо когда надо да и работа сила воли и тренировки продолжим еще раз тот самый тезис который я вам говорил в прошлые разы и сейчас говорю для того чтобы эффективно работать и никита это относится к тебе первую для того чтобы эффективно работать необходимо что делать отдыхать физически так интеллектуально потому что процессе работы мы тратим энергии ну любая работа требует энергии а когда мы отдыхаем мы ее устанавливаем интеллектуальный труд тратит энергия не менее не меньше а то и больше чем труд физически потому что почему никита смыласть вам на мост мозг требует 20 процентов всего энергетического баланса организма уходит на мозг и чем сильнее мозг работать чем больше у него там курсирует днем разных мыслей то есть работают нейроны тем больше энергия поглощается покоя 20 процентов стоящее напряжение вот микро цель речь про парня давай вот то есть а вы здесь до близнецы будет еще минут 10 соответственно чем больше мы думаем чем больше мы интеллектуально работаем тем больше энергии организм потребляет это это сермяжная правда нужно восстанавливаться соответственно как говорили древние мудрецы здесь я записал великую фразу репетицию эстматер студиору что по нашему как андрей ну подумай репетицию эстматер студиору повторение мать учения на латыни соответственно мы этот слайд уже смотрели это сравнение сфокусированного и диффузного режима работы мозга соответственно сфокусированный режим это когда мы берем какую-то задачу фокусируемся на ней и ее решаем это прямое решение рациональный аналитический подход и концентрация внимания а диффузный режим когда мы расслабляем внимание внимание рассредотачивается мысли начинают блуждать по голове задействуются ассоциативные связи и это способствует вспышкам внезапного озарения опять же повторюсь что необходимо в своей деятельности особенно тем кто занимается интеллектуальным трудом балансировать оба режима то есть когда мы решаем задачу а если мы ее решить не можем мы переходим в диффузный режим и диффузный режим помогает нам найти решение то есть необходимо уметь переключаться это вы тоже должны научиться и тут у меня такой интересный слайд я долго думал нарисовать соответственно Катерина поработала отдохни на верхней строчке показан показана работница интеллектуального труда соответственно на работе она напрягает голову для того чтобы ей отдохнуть самый лучший отдых для работника интеллектуального труда это физическое напряжение то есть когда голова не работает но работают мышцы ну вот так вот она сидит в лаборатории смотрит пробивки а вечером соответственно в спортзал на нижней строке нарисована работница тяжелого физического труда в данном случае кузнец или кузнечиха она целый день машет молотом у нее мощные бицепсы и вообще торс вот для того чтобы ей отдохнуть теперь нужно сменить обстановку кузнецу на какое-нибудь зеленое окружение да лужайку и почитать книгу или пойти в театр ну посмотреть игру престолов в конце концов то есть необходимо задействовать голову то есть какой-то интеллектуальный лучше конечно книжку почитать лучше всего то есть игра престолов это нехит а вот книжку почитать Эммануила Канта это гуд вот это соответственно этот слайд о том что мы должны переключать если ты работаешь физически ты должен отдыхать ну отдых должен быть интеллектуальным если ты работаешь интеллектуально отдых должен быть физически вот это переключение организма во первых балансирует энергию в организме переводит не только мышцы не только мозг нервная система начинает потреблять но и мышцы а мышцы это вторые возбудимые клетки после нейронов то есть вот мышцы состоят из клеток да эти клетки тоже возбудимые как и нейроны они передают только на самом деле да Наталья Сергеевна? да все соответственно вот впрочем несмотря на то что здесь нарисованы девушки к молодым людям это тоже относится поработал отдохни и у нас очень простая система должны быть чередование режимов то есть поработал труд отдохнул поработал отдохнул и мой один из моих таких вот принципов и советов это 25 минут работы 10 минут отдых то есть такие вот быстрые режимы соответственно вот в эти 25 минут работы включаются задачи которые ну желательно не разбивать если задача длинная какая то ее декомпозируешь и там вот эти 25 минут интервала работал пошел отдохнуть походил сменил обстановку вопнулся в интернет посмотрел ролик какой-нибудь на ютубе и так далее и это то же самое придумали многие люди из-за чего вот на заводах на производствах перекуры возникли вот тоже из-за того потому что чередование режима труда и отдыха нужно проводить более часто чем нежели придумали там вот ты 8 часов должен звонка до звонка работать потом и на все стороны отдыхать на самом деле если вот такие как это программисты назвали бы спринты получается 40-35 минутные спринты внедрить то эффективность работы намного повышается как вы привыкнете к этому вы поймете что вот сделал дело немножко отдохнул понятно да на этом все вот вам бонусом еще одну картинку прикольные нашел это девчонки викингов пьют пиво то есть отдыхают все коллеги ваши вопрос я постарался презентацию сегодня делать не только интересную но и краску на такси выдумки это стереотипы ну да стереотипы их можно менять то есть если путем тренировок и укрепления силы воли сменить свой режим то наверное сменится и гормональный фон да? да несомненно конечно сразу да у нас же как получается нейроуморальная система то есть нервная система с одной стороны и гормоны гормональная система с другой стороны они очень тесно взаимосвязаны они друг на друга воздействуют и ты своим сознанием можешь воздействовать на нервную систему и на соответственно гуморальную так и она на тебя воздействует если ты расслабляешься и сознание выключаешься понятно то есть гуморальная система и часть нервной системы автономная она зависит от окружающей среды и например вот эпифис третий глаз он воспринимает через глазные каналы освещенность соответственно регулирует уровень мелатонина ты хочешь не хочешь если ты не будешь сознательно себя как-то контролировать ты хочешь не хочешь днем будешь бодраться а ночью будешь спать если у тебя как бы эпифис работает нормально потому что когда света нет эпифис выделяет мелатонин когда в крови курсирует мелатонин ты спишь вот и все простейшая регуляторная схема следующий вопрос я хотим задать да, другой вопрос вы еще сказали, что в состоянии когда расслабляешься могут прийти какие-то внезапные вспышки отключаешься от трудовой деятельности внезапной вспышки но вот касается мой вопрос творческих людей очень часто на практике допустим даже с друзьями знакомых есть такие случаи ну и знаменитых таких талантливых творцов что именно в состоянии стресса у них какие-то вот выбираются гениальные творения как вы к этому относитесь, что происходит в этот момент это Ром, ну и что с этим трезать? Миш пришел, сказал, все фигня, все переделали через 10 минут это тоже можно объяснить с точки зрения биохимии скорее всего воздействие адреналина и симпатичной нервной системы которая начинает работать именно в стрессовом режиме но тут надо разбираться я не могу так быстро ответить на этот вопрос но вы этого не отрицаетесь да, это, знаешь я тебе могу посоветовать книжку посчитать тетралогию Дэна Симмонса гиперион и все, что после него гиперион, там песни гиперион эндемион вот гиперион там удивительное, кстати, произведение настолько интересное что вот я столько все в победавших читал его в запоре там вот то, что ты задаешь вот этот вопрос рассмотрен там очень много вопросов рассмотрены ты скорее всего только в третьей даже в четвертой книжке найдешь ответ на свой вопрос причем с очень такой позиции как сказать даже не стрессовой, а экстремальной ну, экстремальной нет, там даже вот там люди не в стресс загонялись ну, в общем, я не буду рассказывать там искусственный интеллект, который захват пытался захватить власть над человечеством придумал технологию когда получал от нервной системы человека за мгновение ну, вот этот проходил вот это событие про которое я не буду говорить максимум вообще там гигатонны усилий и использовал их в своих силах как бы в своих интересах вот, почитаете очень прикольная книжка еще вопрос Андрей тыда Екатерина а вы к какому физическому орду подвигаете? я прибегаю к прогулкам поднятию тяжестей поездкам на метро и прочее последнее нет то есть я сейчас не могу сказать что я целенаправленно хожу там в спортзал или поднимаю железо или что-то такое к сожалению сейчас я этого сделать не могу себе позволить но раньше да я целенаправленно ходил в спортзал или колол дрова или делал каменную вкладку в следующий то есть даже не прибегая к физическому отдыху можно сохранять хороший темп в плане можно но это становится сложнее и сложнее ну выгорание наверное начинается нужно принести сюда вам гантели может и в десяти минутах на ну тут вот я не сказал но еще нужно спать хорошо то есть в одной из предыдущих наших занятий я же говорил про то что спать надо вот молодые люди прям сразу же улыбались спать надо знакомые слова прекрасные ну и питание на дальнейшем что и питание ну с питанием на самом деле все коллеги всем спасибо Андрей давай видео вот вот